записываю для вас видео с комментариями как заниматься по первой неделе материалов great во во первых у нас первые 12 недель идет адаптация к занятиям и в этой адаптации прописаны вот такие вот сценарий про котенка мы использовали фигурку hello kitty можно использовать любую игрушку можно нарисовать вырезать картинку какую-то зламинировать все что угодно можно сделать можно папе какую-то сделать и соответственно идти по этому сценарию нас там котенок чудит не слушается какие-то приключения попадает и поэтому нужно выполнять задание то есть это все не просто так это сказочный сюжет таким образом ребенку гораздо проще войти в эту скажем так в эту рутину в регулярность занятий за 12 недель уже формируется привычка и потом отпадает потребность в котенке то есть рада про него вспоминала периодически он появлялся но это уже было эпизодично и уже ребенок самостоятельно все делает и самостоятельно ну как не то что в без помощи мама там что-то без помощи я имею ввиду что уже процесс адаптации за 12 недель уж точно завершится три месяца это более чем достаточно и уже занятия будут идти своим чередом то есть там не надо будет чего-то дополнительно какой-то оберточки чтобы ребенка привлекать он уже будет самостоятельно сидеть это делать мотивационно скажем так не сопротивляться значит из чего состоят занятия во первых первые недели они идут очень очень легкие потому что ну мало того что ребенка первый класс школе начался так и тут его еще дополнительно нагружать соответственно это все нагрузка должна быть максимально легкая чтобы ребенку было просто будут прописи при этом прописи обыгрываются здесь написано каким образом обыгрывать будут математические странички они очень простые но это не просто так значит я тут руководствовалась двумя пунктами в рассуждениях я сознательно взяла эти вот странички например из уровня kindergarten то есть на уровень меньше но они мне очень нравились и я их не просто так сразу взяла потому что они очень говорильные то есть я тут рассуждала таким образом я беру математику чтобы у рада развивалась математическая речь она у меня прекрасно считает вообще тьфу 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 у нее с математиками способностями все чудесно конечно я могла все вот эти вот сложения минусы и и все что она умеет отбросить и сразу там какому делению таблицу умножения перейти потому что она у меня в школу пошла у нее уже скажем так математика за первый класс была достаточно хорошо поставлена то есть пределах ста она уже там считала вычитала и так далее но зачем зачем мне это надо было делать на английском когда у меня цель не прокачать ее математические навыки это у меня и в русской школе сделают и как бы цель не в этом цель в том чтобы прокачать ее язык английский язык а чтобы он прокачался нам нужны достаточно простые материалы которые она сможет озвучивать вот допустим у нас такие задачки встречаются здесь у нас щенки и надо посчитать щенков но мы их не просто считали потому что написать тут числа и составить примеры это вопрос пяти секунд фактически для ребенка вопрос как ты это озвучиваешь какие вопросы задаешь как формируешь задачу при этом задачу я побуждал ее формировать креативно по острову по григорию острову то есть чтобы это была какая-то смешная задача там у нас собаки на луну линдали допустим пять собак на луну две собаки на марс сколько всего в космосе собак они могли быть фиолетовые зеленые они могли у нас кувыркаться они могли у нас выступать в цирке но в общем что-то очень веселое происходило там допустим пять собак погнали за черной кошкой а две собаки погнали за за белой кошкой в этом смысле ребенку сразу интересный ребенок хохочет и у него развивается речь и воображение то есть это убиваем сразу нескольких зайцев поэтому не смотрите на то что задания простые осмотрите на то как они развивают речь какие вы вопросы задаете что вы рассуждаете то есть здесь вопрос ко взрослому как задание подать далее будут у нас по спеллингу заданиями почему-то был вопрос что это обучение чтению вот такие задания это не про обучение чтению есть обучение чтению а есть работа над спеллингом спеллинг это орфография по-русски то есть как пишутся слова и так далее вот на первом грейде достаточно много у нас будет по спеллингу и для чего это нужно для того чтобы поставить ребенку орфографию того чтобы ребенок все эти правила уже не он умеет читать во всем случае моя программа выстроена так что вот ребенок уже школу чтения закончил у меня и читает достаточно хорошо вот но смысл заключается в том что здесь мы показываем вспоминаем эти правила не с расчета того что ребенок зачитает а с расчета того что ребенок пишет слова это немножко по-разному да конечно когда в школе чтения у ребенка проставлена хорошо фонетика когда это в школе чтение было разобрано я сразу разбиралась это все ну не то что излишне излишне это не то слово но имеется ввиду что это не то что требует доскональной проработки то есть достаточно просто проговорить показать намекнуть и ребенок уже там сориентируется но в любом случае это работа над орфографии значит по science у нас тут несколько будет учебников и это тоже развитие речи потому что там идет новая лексика вот этот кембриджский учебник хорош потому что тут очень много вопросов в принципе здесь не параграфы даются а именно через вопросы то есть сначала ребенок выводит в актив вообще что он знает с параграфами тоже учебники будут но они будут уже во втором полугодии там и с вопросами по параграфам и так далее то есть можно будет пересказывать небольшие научные тексты все это будет но опять же начало должно быть простым чем проще тем ребенок успешнее и ему легче адаптироваться и войти в постоянный процесс потому что наша цель чтобы ребенок хотя бы час проводил в учебной деятельности на английском языке и окунался вот в этот учебный язык потому что на мой взгляд ну как бы есть 3 плана языковых в этом возрасте это разговорная речь это литературный язык художественный скажем так и это учебный язык научный язык это язык определение терминологии и так далее рассуждение логических выводов это вот научный язык так вот ну с разговорным языком я считаю у рады прекрасно справляются youtube то есть она оттуда и сленг черпает и какие-то выражения это я считаю более чем достаточно ну и по принцип повседневная речь это прорывоговорный язык литературный язык ничто не справляется лучше с его развитием чем чтение художественной литературы которые у нас тоже поставлена достаточно хорошо но вот научный язык учебный язык его надо ставить развивать тем более что в этом возрасте он на мой взгляд все-таки является доминирующим в развитии языка потому что все-таки художественный язык он дошкольном возрасте достаточно хорошо ставился до все типы поэтические образы и так далее не дошкольнику по всему случаю в пассиве в школьном возрасте это больше выводится в актив а вот учебный языка в дошкольном возрасте минимальный ребенок с ним сталкивался а сейчас это как раз вот то что будет активно наращиваться что в пассиве что в активе и последнее про что хотела бы вам рассказать это про reward chart или достигаторы по-русски есть такое слово кто-то у нас придумал находила в интернете не моя придумка значит у нас это виде дерева было на период адаптации осенней а когда за каждую страничку ребенок ставил какого-то цвета пальчиковой краской на дереве листочек и дерево в конце недели обрастала красивыми листочками ну можно было какой-то подарочек получить небольшой дети вообще неприхотливы в подарках это может быть скрепка это может быть что угодно мячик какой-нибудь marble да то есть что-то не обязательно дорогое это может быть ластик стирательный в пределах там 30 рублей вполне можно уложиться что-то ребенку купить такое это может быть что-то из еды хотела я стараюсь еду не использовать но в целом это как бы что что угодно можно здоровой еды не обязательно это шоколадки киндер сюрприз это могут быть там финики какие-нибудь если ребенок их любит или орешки то есть тут вопрос что дать и очень распространенный такой на мой взгляд миф антинаучный это то что такой подход убивают мотивацию то есть у нас ну как бы дерево было на адаптации потом мы вышли к тому что рада очень любит играть у нее есть такой домик с зайчиками и к нему очень много аксессуаров можно купить я купила вот эти аксессуары всякие там стульчики столики столики постуку и все такое и она постепенно в течение года их зарабатывал то есть она выполняла за день свои странички закрашивала клубничку и там на определенное количество клубничек я ей выдавала столик то есть 5 клубничек столик 2 клубнички стульчик и так далее по всем аксессуарам так вот многие считают, что это убивает внутреннюю мотивацию. Чтобы внутреннюю мотивацию, она должна у ребёнка быть. Она у ребёнка бывает только, когда есть определённые способности. То есть, в принципе, наверное, во много способностей этой внутренней мотивации и определяются. То есть есть дети, у которых рождаются, допустим, с интересом диким к чтениям. У них рано развивается зрительный анализатор. Они достаточно рано зачитывают, они глотают книги. Конечно, таким детям со способностями не нужны достигаторы. У них изначально от природы есть внутренняя мотивация. Мне, например, ради совершенно не нужен достигатор на то, чтобы плавать. Она потрясающе ныряет. У меня очень часто спрашивают, когда мы в бассейне на отдыхе, кто же её учил плавать. Она у вас, наверное, профессионально занимается спортом. Для меня, конечно, каждый раз это шок, потому что ребёнка вообще никто не учил. Точно так же у нас и с роликами, кто вас учил кататься на роликах. То есть у неё вот в этом плане ей дано. Она очень хорошо. Вот сейчас по гитаре у неё способности есть, её преподаватели очень хвалят. Но это я к чему? К тому, что дети в разных... Не к тому, чтобы похвастаться, а к тому, чтобы показать, что дети в разных направлениях. Я, например, вспоминаю себя в детстве. Я до сих пор не умею кататься на роликах. Ну, я на них умею стоять, но вот так вот прям свободно кататься, тем более на одной ноге, что-то какие-то там перуэты делать. Я такое не умею. Радка умеет. И научилась, опять же, сама. При этом у меня никогда и не было желания. То есть я не тот человек, который... Я до сих пор не умею нырять, например. Ныряние — это вообще дикий страх. Не люблю это. И вот если бы мои родители в своё время ставили в приоритет моё физическое развитие ввиду каких-то своих ценностей и так далее, и использовали для этого достигатор, мне бы это реально помогло. Я бы была благодарна во многом. Точно так же во многих других вещах. И когда мы видим, что природой у нас не заложена внутренняя мотивация, у нас нет таких выдающихся каких-то определённого склада или способностей, чтобы ребёнок выделялся и в этом смысле проявлял недюжий интерес. Хотя даже при наличии способностей, ну вот, допустим, с гитарой, это действительно её решение. Я бы в жизни не отдала семилетку на гитару. Мыслей таких не было. Она очень просила. Я её повела. В принципе, изначально преподаватели говорили, что да, у неё способности есть, какие-то вещи легко даются, но всё равно это труд. Ну и в какой-то момент она там что-то начала кочевряжиться. То есть там всё равно, когда ребёнок сталкивается даже способный с каким-то обучением таким целенаправленным, при всём таланте, педагога, интересных занятиях и так далее, всё равно есть вот этот период усилий. Так вот, вот этот период усилий достигатор, они, наоборот, помогают. Есть исследование. То есть мотивация же её исследовали вдоль и поперёк. В принципе, нам тёмных пятен про мотивацию, наверное, есть, но их не так много. Но, во всяком случае, уже азы-то точно известны в науке психологической. Так вот, есть такое понятие, как сдвиг мотива на цель. Очень долго его объяснять не буду. Кому интересно, погуглите. Так вот, вот этот вот сдвиг мотива на цель, он как раз доказывает, эта штука доказана экспериментально, это не просто гипотеза, теория, что никакая внутренняя мотивация этими достигаторами убиться не может. Наоборот, она ими будет формироваться. Вот это просто к вам, к тому, чтобы вы не боялись. Очень у нас много страхов, сейчас михов, что, ой, ну не дай бог, внутренняя мотивация, она от природы. А там от природы бывает, есть мы внутренняя мотивация, бывает нет. Если есть, повезло, замечательно, двигаемся дальше. Если ребёнок быстро бегает, ну и хорошо. Если ребёнок любит за книжками сидеть и читать и так далее, ну, значит, повезло, значит, хорошо. Такие дети бывают. Я, например, была в детстве таким ребёнком. А есть дети другие. Кто-то рисовать очень любит, кто-то одно, кто-то другое. Кто-то там экспериментировать, кто-то там клады искать. У всех, все разные дети, и это нормально абсолютно. Но, к сожалению, есть определённые виды деятельности, которые нужно уметь делать всем. И в частности, это вот учёба. Поэтому достигадеры в плане учёбы, в плане чтения и так далее, это очень полезная штука, которая будет формировать именно внутреннюю мотивацию на это дело. и ни в коем случае не перебивать внутреннюю мотивацию. То есть такое, чтобы прям «Ой, у меня ребёнок потом не сядет, ни за что». Вот я ему конфеты давала за то, что он читал, и теперь он без конфет не читает. Вот в практике я ни разу с таким не сталкивалась. Хотя я знаю очень много людей, которые используют достигаторов, в том числе и моя дочь, которая, не знаю, по-моему, лет с пяти я это использую. Ей сейчас восемь, то есть три года. За три года я ни разу не видела негативного влияния. Я могу этим системам достигаторов только спасибо сказать во многом. Читает она сама, берёт, как она называется, стопочку книг может взять, сесть на диван и в течение часа читать. Никаких у нас проблем с этим нет. Вот. Сейчас достигаторы мы в основном используем вот именно на учебные задания, потому что я считаю, что это дополнительная нагрузка, как бы ребёнку нужна оплата его труда, грубо говоря. Потому что и так русская школа есть, а тут ещё что-то дополнительно делать. И, естественно, надо помогать, чтобы это, когда делаешь, ну, было определённое удовольствие, была какая-то цель, ради чего. Вот. А потом это всё будет формироваться в то, что у ребёнка возникнет и обстоятельное желание, и постепенно эта потребность в таких достигаторов, она потихонечку-потихонечку отпадает. То есть, раньше у меня Радка, например, читала, там, в 5-6 лет, она читала исключительно на достигаторах. То есть, её, она прям могла сопротивляться, сказать, не хочу читать, всё такое. А потом, когда ей дозрело, и навык уже был сформирован и так далее, сейчас у нас такой проблемы нет. Она читает книги с главами, толстые, и она садится, сама их читает. То есть, хочет почитать, села, почитала. Не хочет, не почитала. Но в любом случае у неё не убилось. То есть, она у меня, по сравнению с другими детьми, она достаточно много читает. И мотивация у неё этим не убилась. Это вот по поводу достигаторов. Так что, используйте и не бойтесь. всё.